Алексей Бардин Добрый вечер Просто концертные версии в нашем исполнении Этого гениального произведения не существует пока И мы ума не приложим, как его вообще можно сделать на диске Мы его поем вместе с Пашей Пахартиновым Очень громко и так кричим, прямо как марковские коты И это здорово На концерте вам эту письмо прокричит автор Громко Спасибо, Лидия За теплые слова Что касается этой песни, я исполнилась в этом году 20 лет Она принадлежит, конечно, не моему перу А перу Владимира Маяковского Вот я только сочнил какие-то мелодии Какую-то сочнил Нет, ты сочнил там еще строчку Ну да, я собрал репеф из нескольких О, заработал Спасибо На альбоме, который вы, конечно, приобретете и послушаете Эта песня звучит гораздо более интересно Стилизованно и красиво То, как я играю Это первое прочтение этой песни Пришла деловита За рыхом, за ростом Взглянув, разглядела Просто мальчика взяла Отобрала сердце И просто пошла играть Как девочка мячиком Мама морщинами Вода туда Множится кожица Вода туда туда Сегодня рожа пока А завтра рожится Вода туда туда Вот так любовь подцветет Подцветет и скукожится Вода туда туда Люли-люли-люли Любовь подцветет и скукожится И каждое чудо И каждое чудо будто видится Где дома вкопалась А где девица Такого любить Да, это киринец Да, это киринец Должно украдительница Должно издвериться Мама морщинами Вода туда туда Множится кожица Вода туда туда Сегодня рожа пока А завтра рожится Вода туда туда Вот так любовь подцветет Подцветет и скукожится Вода туда туда О, люли-люли-люли Любовь подцветет и скуког А я ликую И от его иго От радости Себя не помня Скакал И детям свадебным прыгал Так было весело Было легко Мне мама Морщинами Вода туда Множится кожица Вода туда туда Сегодня рожа пока А завтра рожится Вода туда туда Вот так любовь подцветет Подцветет и скукожится Вода туда туда О, люли-люли-люли Любовь подцветет и скуког И еще одна песня Она, к сожалению, нет в альбоме Этой песне нет в альбоме Лиды Эта песня очень пафосная Романс я слышал Лида сегодня пела Подобные песни тоже Как положено романсу У нее пафосная тема Надрывные Надрывные интонации И песня называется Просто так и называется Словно ладонью Божьей рассыпаны Искорки звезд На море небес На рубеже Света и тени Караулят чистую душу Ангел и бес Ангел и бес Ангелу скучно И бесу невесело Звеньем одной В неразрывной цепи Гложет тоска Пуще неволи Потому и воют Как в юго В снежной степи Гложет тоска Пуще неволи Потому и в юго В снежной степи Дышит на ладон Духовною силою Глядя в реестр Незапятнанных душ Словно пожар Вечный слезами Погасили Бес обессилел Ангел и дюж Словно пожар Вечный слезами Погасили Бес обессилел Ангел и дюж Снова Ладонью Божьей рассыпаны Искорки звезд По муару небес На рубеже Света и тени Кандалами тихо Звенели Ангел и бес На рубеже Света и тени Кандалами тихо Звенели Ангел и бес Кандалами тихо Света и тени Кандалами тихо Вошла в наш альбом И тоже заняла Какое-то особенное место Хотим вам представить Хворчество Юлии Черцановича Кина И мы вспомним его киноработы Если, конечно, Евгений Николаевич Сможет настроить гитару Сможет когда-нибудь Попозже Мы вспомним Прежде всего Тоже из «Невошедшего» Эта песня Из детско-юношеского кинофильма «Точка-точка запятая» Которая была написана С авторствием С гениальным Геннадием Гладковым И вы знаете, что Тандемы Юликина и Геннадий Гладков Сделались только для нашего кинематографа Что, в общем, Трудно себе даже и представить Этот самый кинематограф Нужен без этого Тандема «Точка-точка запятая» Точка-точка запятая Вышла рожица смешная Ручки, ножки, огуречек Появился человечек Что видят эти точки Что построят эти ручки Далеко ли эти ножки Уведут его Как он будет жив На свете мы За это Невоты Ведь мы Игода И Самаре Только и всего Что, что Это важно Чтобы вырос Сунать важным Чтобы мог найти Дорогу И считать Разбег Это трудно Это сложно Но иначе невозможно Только так Из человечка Выйдет человек Впрочем Знают даже дети Как прожить На белом свете Лечит А вопроса Нету ничего Просто надо быть Правдивым Благородным Справедливым Будет часто Все готовы Только и всего Как все просто Удается На словах И на бумаге Как легко На гладкой карте Стрелку Ночердить А потом Идти придется Через горы И овраги Так что прежде Человечек Выучись Ходить Как чудесно Что однажды Получается То, что раньше Не умеет Но тот час Жив-то веке Обозначается Недостигнутый Предел И опять Идешь Пока Не одолеешь Идаться На пути Не видно Но зато Будет часто Станет время И однажды Ты сумеешь То, что Не умеет Еще никто Точка Точка Запятая Два кружочка Весного Глаз Точка Точка Запятая Это Кто-нибудь Из вас В добрый путь Дорога Требует Отваги И мечтам Зовет Искать И находить Ты поднимешься На бары И пройдешь Через овраги Только прежде Выучись Ходить Точка Точка Запятая Точка Точка Запятая Аплодисменты И еще Одно Произведение Еще Одна Киноработа Юлия Черезановича Кима Я не помню Как называется Этот фильм Я забыла Юлия Черезановича Как он Как называется Фильм Раз-два Горе не беда Прекрасный Фильм В котором Песни Сочинили Юлия Ким И Удивительный Фантастический Необыкновенный Композитор Рамуэль Гринблат Который Умер Довольно Молодым И не успел Много всего Сделать А мог бы Сделать Много всего Например У Юлия Черезановича С Рамуэльом Гринблатом Есть Замечательная Опера Тиль И Это произведение Никогда не было поставлено Потому что Я слышала его И я как продюсер Могу сказать Что не существует Средств художественной Выразительности В современном театре Которые могли бы Позволить Состояться Этому произведению Вот сейчас Но Вот Финал Нашего диска Это Песня Юлия Кима И Рамуэль Гринблат Из кинофильма Раз-два Гурили беда И мы Испомним Эту русскую Народную Как бы Весню При помощи Гавайского Инструмента Гулили И Таиландской Лягушки Из Мангового Дерева Чистом Чистом поле Ветер свищет В синем В синем небе Кошен Ищет А мой Кой Белый Кой Едет 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 Шаг Едет Шаг Едет Едет Шаг Шаг Над рекой Ветер 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 Свистнет Задохнется Кош Кош Рыснет Она вернется Мой Кой Белый Кой Он Все Едет Он Все Едет Он Все Едет Он Так Он Над рекой И над синей Речкой Белый Ком Не звенит Узнечкой Что Нам Слава Что Забава Нам Бы Боле Нам Боле Перейти Нам Боле Перейти Друга Верного Найти Кому влево, кому вправо, кому с нами по пути? Кому влево, кому вправо, кому с нами по пути? Юлия Гин. Да, я присоединяюсь к общим поздравлениям от всей души. Которые поздравления касающиеся выхода в свет этого диска. Должен отметить, что сегодняшний концерт, как и диск, очень ярко представляет нам замечательную актрису. Замечательную актрису, Лидию Чебоксару. Это явление особенного, уникального жанра. По-моему, в этом жанре у нас выступает только Лена Камброва, певица одновременно театра. Такой огромный актерский диапазон, как вы заметили. Исполнительский, и образный, и интенсионный, и так далее. Это такие разные совершенно поэты прозвучали. И Алконосты, и Сухарев, и Вардин. То есть Вардин, правда, звучал как Маяковский. Но, тем не менее, огромный диапазон. Не хватает только еще одной краски, которой я сейчас представлю. Я вам спою сейчас две небольших песенки, из которых одна никогда не войдет в диск Лидии Чебоксаровой, а другая шансы имеет. Вот я начну с нее. Эта песенка театральная. Я попытался создать образ старой театралки. Поэтому, наверное, еще рано. Да, я забыл сказать еще очень важный комментарий. Дело в том, что рок-опера Тиль Улиншпикель, которую мы сочинили когда-то с Армуальдом Гринутом, все-таки она игралась. Она игралась коллективом поющей гитары. Питерский такой коллектив. По-моему, сейчас не знаю, есть ли он или нет, но тогда он был, и он известен тем, что представил миру первую русскую рок-оперу, которая называлась «Орфей и Эвридика», автор Дмитриев и Журбин. И следующая рок-опера была наша. Но если «Орфей и Эвридика» игрался до нас, и наряду с нашей оперой, и затем долго после, а, по-моему, сейчас ее исполняют время от времени, то наша опера Тиль Улиншпикель продержалась в их репертуаре всего полтора сезона, а потом бесславно закончила свое существование сценическое. Мы это объясняли только тем, как здесь уже было сказано, что мы в своем произведении намного опередили свое время. И теперь ждем, не дождем, и теперь я жду, не дождусь, когда все-таки время совпадет с нашим гениальным произведением. Пока еще не совпал, ждет своего часа. Это вот комментарий. Что касается старой театралки, то вот эта песня, которая, может быть, когда-нибудь прозвучит в диске Лиды Чебоксаровой. Если Казанцева Лена сочнила мантру о любви, то это, стало быть, будет мантра о театре. И в детстве своем невозвратном, и в улочи взрослые уже. Живу я одним лишь театром, когда я не в нем полу в душе. Подруги считают, что, дескать, у жизни моей слишком бедный сюжет. Ну что ж, вы же знаете, страсть — это деспот, а деспоты требуют жертв. Звонки отзвучали, буфет вымирает, смеркается в зале. На сцене цветает божественный геоте, бессмертный Шекспир. Мне кажется, в этом вся жизнь и весь мир. И в детстве, и позже подросткам, как буря рвалась я в театр. Сыграть на священных подмостках хотя бы Марию Сюарт. Ах, наши надежды на счастье, про это вы знаете. Дети лучше меня в мечты исполняются, но лишь отчасти, отчасти сбылась и моя. И вот я иду каждый вечер, в костюме мой выход вот-вот. Я первое зрителя встречу, такой мне оказан почет. Еще до вступления оркестра, еще до звонков перед вами стою. Пальто принимаю, и царственным жестом в ответ номерки выдаю. Да-да, принимаю, и царственным жестом в ответ. Да-да, номерки выдаю, номерки выдаю, номерки выдаю. Звонки отзвучали, вот кто-то убегает, И он еле-еле убежать успевает. А там и Островский, а там и Толстой, Меня с Махтуновской подвозит домой. Или Миша Булья, или Толя Папанов, Однажды Миронов, ах нет, Лановой. Еще один роман, который я сочинил от себя лично, Когда прошлым летом в августе проводил счастливое время в кругу своих внуков. Время проводил счастливо, но роман получился слезливый. Так немножко я его сочиню так, подражая, имитируя, Подражая Вертинскому немножко. Поэтому никогда не войдет в диско. Лидович Воксарова. Так что спешите слушать. Я старый дедушка, со мной скучают внуки, Я не могу играть ни в штандр, ни в лапту, Пока я мяч беру в трясущиеся руки, Как от меня уже все внуки заверстут. Я старый дедушка, я рос при патефоне, Я знал, где латинского, любил у них бывать. Ни на айпаде, и ни на айфоне, Я не умею монстров убивать. Я старый дедушка, живу в полупреду я, Глотая корки, пилюли и дрожжи. Если спросите, который час дедуля, В ответ услышьте, спасибо, я уже. Я старый дедушка, я не смеюсь, я щеглюсь, И десен розовых при этом не даю. Но, ставив в празднику свою стальную челюсть, В любое зеркало бестрепетно смотрю. Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, вот вы на концерты-то не ходите, вас же калачом не заманишь. А, между прочим, вот неделю назад у Ильича Русановича был блестящий совершенно концерт в Республике Песни на ВДНХ. И вот уж он там... А завтра в клубе Альма-Матер? У Юлия Русановича концерт. Вот, имейте в виду. Классический. Классический. Вы, наверное, обратили внимание на прекрасную мизанцену, которую мы с Ильичем Николаевичем изображаем. И вы, наверное, если у кого-то в руках уже диск был наш, вы обратили внимание, что у нас все как на диске. Вот мы так сидим и как-то так друг на друга красиво смотрим. Вот. А между прочим, эту мизанцену и вообще вот эту фотосъемку, оформление этого диска, мы благодарны нашему другу Виталию Степанову, фотографу, который присутствует в зале. Давайте его поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ И все дизайнеры у него присутствуют, но мы его тоже поприветствуем, потому что это красиво. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И в наш диск вошла единственная композиторская работа Димы Дихтера. Песенка на стихи Александра Кушнера. У кораблика речного нет названия, Только номер и почти невинно дыма. Он похож на последнее желанье Осужденного на жизнь крадется мимо. Кто плывет на нем под стать царю Улису, Повидавшему Аид и Стикс и Лету, Этот город с дном двойны и виден снизу. По-другому, чем прижавшись к муропету, Как черно-мостов чугунная незнамка, Словно вдруг цветной ковер перевернул. Разговор под ним звучит, как перебранка, Как ночная перекличка в карауле, Схлипые жамы, полуподвальный холод, Ветерок потусторонний гладит тель. Все казалось навсегда нам этот город Да, в подарок оказалось, Что на время. Сейчас я хочу представить вам человека, Который мне бесконечно дорог, Который многое для меня сделал, Который в моей биографии сыграл роль И, с одной стороны, и роковую, С другой стороны, и вообще определил мою судьбу Во многом, когда пригласил меня Участвовать в мюзикле «Норд-Ост». Вот, Алексей Ивашенко, встречайте! Здравствуйте! Во-первых, Лида, Женя, мы вас поздравляем! Мы — это все прогрессивное человечество, разумеется. Я представляю себе, что такое выход новых дисков, Это такой праздник, какой-то такой особенный. Это все так трепетно, все уже позади. Все уже позади, да. Несколько слов по поводу «Норд-Ост». Да, дело в том, что Лида не только в нем принимала участие. Она, я бы сказал, вошла в его историю. И я целиком полностью присоединяюсь к словам Юлии Черсаныча, Сказанным о ее удивительном, особенном, штучном актерском таланте. Дело в том, что мы не просто с Георгием пригласили ее работать в мюзикл «Норд-Ост». Она была не просто участницей первой труппы, вот самой золотой, самой, самой любимой мною труппы «Норд-Оста». Ее голосом была записана самая первая демонстрационная версия. Мы с Георгием Норчевым пели все мужские партии, а Лида пела все женские и детские. Эта демонстрационная версия где-то еще... Она есть. Она где-то еще хранится, мы ее, говорит, достанем и издадим. Так вот, а потом произошла такая интересная история. Мы пригласили режиссера для того, чтобы он наше детище ставил. Мы работали месяца полтора с ним. Мы делали какие-то, как это называется, вокшопс. Были мастерские, какие-то наброски. Он ставил какие-то пробные сцены. А потом начался кастинг. Мы просмотрели около полутора тысяч человек. Представляете себе? И потом мы стали раскладывать, кто кого будет играть. И вот мы сидели вечером, разговаривали, и режиссер говорит, ну, хороший, хороший человек, и хорошая актриса и певица Лидия Чебоксарова. Ну, так получается, ну, вот нет ей места-то в спектакле. Так, Георгий Леонардович вдохнул тяжело так. На следующий день с режиссером и расстались. И так будет с каждым. Да, у вас есть. Чуть-чуть не так. Можно пофаливать? Сюда. Спасибо. О, нежный друг, поскорее убери Беспепельниц с угробом И зажигалкой не режь ночную тьму На мелкие куски. На всей земле нет почти что ничего Такого, что могло бы Быть адекватной причиной Твоей печали и тоски Пускай порой улыбается судьба Улыбкой паракуды И достается твой праздничный пирог Презренному врагу Поверь, мой друг, на земле нет Ничего фатального покуда Есть у тебя самый лучший в мире я Который все могу Когда беда словно темная вода Огромною волною На горизонте появится шипя Как злобная змея Ты можешь твердо рассчитывать на то Что спиною, как стеною Тебя укроет от яростных штормов Твой лучший в мире я Ведь я умею бороться И искать ноги и не сдаваться Я смел, как левый, пускай все силы зла Зарубят на носу Что я сильнее, чем они И я тебя не заставлю волноваться Ведь если что Я из воздуха заткнусь И я тебя спасу А если вдруг мы расстанемся с тобой На веки, веки, веки И прекратится безумный этот сон Что снится нам вдвоем Не грянет кровь Не разрезнется земля Не пересохнут реки А просто я Не сумею больше быть Волшебником твоим Не потому, что Гордыни и Амуян Боец казаться жалким Не захочу арсенал своих чудес Растрачивать вообще А потому, что я просто Вечный раб Волшебной зажигалки И на большом расстоянии От нее Без помощи вообще Вот почему мне не быть Твоим огнем Когда начнет смеркаться И потихоньку исчезнет Дивный дар Которым я владел Я не сумею Не будучи твоим Без воздуха заткаться Ты извини У любых волшебных сил Имеется предел И в час Когда с четырех сторон Беда Нахлынет водопадом И заблудившись Утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня Не будет рядом И я никак Не смогу тебя спасти Но все-таки способен Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак Не смогу тебя спасти Но все-таки способен Просыпайся душа Поднимайся Хватит спать Словно сыщем столбе Поднимайся, душа Принимайся На кларнете Играть и друбе Не в кучи Ведь не страшно Кидаться И ля фам Как и прежде Жерже Ведь приходит Пора пробуждаться Даже очень уснув Жит уже Потому что она Потому что она А пармоту тебе Не случайно дана Ведь когда В небесах Делать начали Нас Для тебя Кто-то Имя На этот Припас И назад Ее Примут Едва До того Как наступит Пора А попытки Ее Потихоньку Продать Не доводят Улы До добра Нас порою Волною Смывает И швыряет Туда и сюда И она Не на месте Бывает Даже в пятках Дрожа Иногда Но потом Прибегает Обратно Не давая Тебе Отступать Ты лишь Вовремя И аккуратно Подавай ей Команду Не спать Потому что Она Потому что Она У тебя Обормота Всего Лишь Одна Это Орган Непарный И как Не крути Адекватной Замены Ему Не найти Тони Ветер Кушует Над мором Тони Скор Побежали Ручьи Это Снова И снова Кварнеты Труба Подают Позывные Свои Подают Позывные Свои Олексей Скажите Пригласите Пожалуйста Дрителей На вашу Презентацию Я настаиваю Да Вы Спасибо большое Дело в том С меня тоже Диск выходит Вот он Выйдет во вторник Он называет Привезут меня во вторник Он называет Самый лучший в мире Я в следующую субботу Я его тоже презентую В театре эстрады И У меня там Замечательные гости Будут Помимо меня Еще тоже Мои старые друзья Будут всякие И новые Неожиданные друзья Будет Ира Погушевская Выступать Леша Кортнев Будет Сергей Жилин Придет сам Поиграть на пианино Без Без оркестра Без ансамбля Вот И Совершенно С интересным человеком Я познакомился Тут Французский Гитарист Фредерик Белинский Правнук Да Того самого Представляете Тоже Собирается Поиграть И Вот Все Собственно Спасибо Я думал Надо сначала Сказать А просто Александр Алексей Ивашенко Поздравляю С большим событием Потому что Я точно Полно Алексей Игоревич Ивашенко Мой друг Дорогие друзья Мы уже выходим На финишную прямую Вы заметили Что наш концерт Как одно Мгновение Пролетел Без антракта И Сейчас я хочу Обязательно Сказать Теплые слова Благодарности Людям Чьими Молитвами Стараниями Помощью Этот проект И многие другие Проекты В авторской песне Состоялись Я хочу поблагодарить Холдинг Миэль Вы их логотип Увидите на каждом диске Почти на каждом диске Который Выходит В нашем жанре Это наши меценаты Наши большие друзья Спасибо большое Лично Григорию Куликову Гришу привет И Юрию Карамалью И Ксении привет Ай привет вам всем Очень рада вас видеть Спасибо огромное И я хочу Пригласить на сцену Дмитрия Земского На сцене Трио Брюд Полным составом Лидия Имейте совесть Спойте улиток Улитки Владимира Васильева Это еще одна его песня Которая вошла в наш новый альбом Слушайте Их нужно обязательно Именно на альбоме Как хотите Но Аранжировка Которую сделал Евгений Николаевич Она запредельно Космическая И Воспроизвести И я не смогу Нет У меня не повернется язык Но собственно Вы знаете На этом альбоме Довольно много песен Которые никогда Не будут Исполнены мной В концертном варианте Это Это правда Давай идут тебя лавины И до звука твоего звонка Вы знаете Очень приятно Такие пожелания слышать Но я думаю Что эти песни Мы всегда поем На наших сольных концертах Приходите на любой из них У нас их довольно много Теперь уже в Москве бывает Следите за рекламой И на сайте Чебоксарова.ру И в моем блоге В живом журнале И приходите на ютюб И вообще Меня очень легко найти В интернете Звоните Пишите А главное Приходите на концерты Мне кажется Нам уже Всем давно пора Выходить из своих норок И начинать общаться Как прежде Спасибо вам Владимир Музыкантов Песня, которая вошла В альбом 15 песен Владимира Музыкантов В исполнении Алексея Ивашенко Который увидели Только что Он блестящую спил Но я все-таки Не выдержала Тщеславие мое Не выдержала И я записала Эту песню На альбом Театр Смерть чиновника Во всем виновный Дрожа как лист Живет чиновник Растущий вниз В движениях мелок Без стыдно лызь Без стыдно лызь Приятел белок Котомок крыс Котомок крыс Ни врач Ни портаник Ни альбиз Штабной работник Бумажный клист Живет вон Как не живет Худые ноги Большой живет Летят недели Года бегут Но в этом теле Точни в мозгу Как заключенный Бейком от всех Живет ученый Растущий вверх Живет прозаик Растущий внутрь Никто не знает Его минут И в той же коже Свидетель эпох Живет художник Растущий в бок На всякой драме Есть свой статист Ах, мама, мама Но улыбнись Пускай без денег Пускай бокалов Но не без денег Не ругай Тебе признаюсь На чистоту Я сам не знаю Куда расту Куда расту Я твой швовник Твой кипариз Шептал чиновник Растущий вниз Мне скажут Здрасте Ну, налеви Такие страсти Что твой Шекспир Он вам не ровня Шекспир не врет Умрет чиновник И мир умрет Слышит 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 Аплодисменты Чудесно рухнуть на опушку, спиной в тюфяк, щекой в подушку и нежной ленью овладеть. Не по верхам, а в совершенстве, чтобы в простительном блаженстве, как шумель над клевером гудеть. Чудесно рухнуть на опушку, спиной в тюфяк, щекой в тюфяк, щекой в тюфяк. Чудесно рухнуть на опушку, спиной в тюфяк, щекой в тюфяк, щекой в тюфяк, щекой в тюфяк. Чудесно рухнуть на опушку, спиной в тюфяк, щекой в тюфяк. Чудесно рухнуть на опушку, спиной в тюфяк. Над женщиной, над мужчиной проверка, вольностью бесчинной осталась ли душа с тобой? Чудесно рухнуть на опушку. Александр Иванов Чудо-ячер летает стрелой Ищет след его палеонтолог На разломах реликтовых плит А он крылья распустит, как в полок И один против солнца воит По ночам, уснижаясь, вдыхает Аромат землечных полян Тем живет и черта неплодная Не кусает за шеей землян И котей у него не найдете Воплощенная предков мечта Безногий родился в полете Обречен бесконечно летать Евгений Мыков Дмитрий Земский Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что пришли сегодня Ну, кому и за миг до побудки Как бревно лёжа в дне Надо ща даже с камня в желудке Я, дружище, летаю во сне Проснусь и ползу по старинке Я такой же, как ты, крокодил Но порою так чешется спинка Может, это предчувствие крылья АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, на этом наш вечер не кончается Сейчас мы поем бисовую песню Это же бис, я правильно? Вот, сейчас мы поем бисовую песню А потом Евгений Николаевич будет давать автографы Вот там, где продаются диски Один мой знакомый администратор говорил так обычно в конце концерта Если вы хотите внести частичку тепла сегодняшнего концерта То диски продаются сразу возле выхода Когда мы выступаем в Треом Брюд Мы всегда заканчиваем наше выступление одной и той же песней И сегодня мы без нее тоже не уйдем Александр Медведенко В прокуренном театре Без рампы и кулис Где вовсе непонятно Кто зритель, кто артист В бездарной пандемии Коротких южных зим Неслышно и незримо По времени скользим Как странно Без участия Без слов и без вины На собственные страсти Смотреть со стороны Как роль Обыкновенно Разучивать печаль Прощай, мой друг бесценный Единственный Прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный Прощай Без слов и словно тело Мы тычемся в углы И души, как растяну А до денег тяжелый Сегодня все начинается Зима поставит крест На том, что не менялся Перемен и без Как странно Дни и ночи Без слез и суеты Отыскивать Средь прочих Знакомые черты И вновь Все ту же сцену Молчать, Прощай, мой друг бесценный Единственный Прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный Как странно Перед ветром Распоять с пальто И снова беззаветно По-детски верить в то Что новогодней хвои Средь всякой кудерьмы Окупится с лихвою Безмолвие зимы В прекрасном белом вальсе Описывать свой круг И искоркой бенгальской Взлетать из чьих-то рук Чтоб он цветы на стену Ложились трепеща Прощай, мой друг бесценный Единственный Прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Единственный